МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮЗ. Новости Оренбурга и Орска на телеканале ЮТВ. В начале нашего выпуска коротко о главных событиях этого дня. Сегодня в Оренбурге прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. Его участниками стали ветераны здравоохранения. С ними встретились представители правительства области, Минздрава и областного совета ветеранов. Программе демонстрация фильма и праздничный концерт. И вновь в субботнике. Сегодня в северном и южном округах города прошли мероприятия по уборке территории. Сегодня на улице вышло 31 тысяча человек. Было задействовано 179 единиц спецтранспорта. В рамках этой акции запланирована высадка саженцев деревьев различных пород, а также санитарная уборка территорий города, дорог, садов, парков, скверов и дворовых территорий. В Оренбурге продолжает свою работу бесплатный передвижной пункт приема отработанных ртуть содержащих ламп у населения «Экомобиль». По результатам работы мобильного пункта в марте текущего года было собрано 700 ламп и приборов, а в апреле уже более тысячи. К примеру, за весь 2012 год было собрано всего 600 приборов. Акция «Сдай ртутную лампу» в Оренбурге продолжается, так как признана востребованной среди населения. А далее переходим к сюжетам, которые подготовили наши корреспонденты. Сегодня традиционно проводится прием главы Северного округа, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. У нас осталось в округе около 5000 ветеранов войны и труда, и участников войны осталось 450 с небольшим человек. Поэтому мы стараемся до каждого дойти, с каждым встретиться. Даже тех, кто мало мобильный, у нас таких 30 человек, мы с таким организовали концертную бригаду в виде детей. Наших артистов попросили всех, и каждому именно будет поздравление на дому для каждого участника. Песня «Сдай ртутная лампу» Всех я хотел бы поздравить с наступающим праздником, с Днем Победы Великой Отечественной войны, с Днем Великой Победы 68-й годовщины. Всем здоровья и удачи! Поздравляем! Очень мало людей, которые доживают от такого юбилея. И, по сути дела, получается так, что сегодня юбилей 90 лет и Пасха. Да. Двойной праздник. Двойной праздник. Двойной праздник, Николай Васильевич, мы вас от всей души поздравляем с этим праздником, вашим юбилеем, во-первых. Понимаете, вы нам нужны только потому, что мы историю можем читать не по учебникам, а вот слышать из живых уст. Живите больше, живите до стали, живите столько, сколько сможете, Николай Васильевич. Я думаю, что каждый год для вас теперь юбилей. В городе проживает свыше 4 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии замечательного и самого, наверное, великого праздника в нашей стране, Дня Победы, проводится ряд больших и крупных мероприятий. Сегодня мы были в гостях у Николая Васильевича Кожеватова. Это участник войны, замечательный человек, он приятен в общении, он интересен как собеседник. Николай Васильевич принимал участие в битах под Москвой, под Рыжевым. Он отмечен рядом правительственных наград боевых и за всякие Берлины в том числе. Николай Васильевич очень долго работал в городе Орске, он призывался на войну с городом Орска, трудовую деятельность продолжил в нашем городе. Общий трудовой стаж Николая Васильевича будет 30 лет, он работал в нашем треновальном управлении, много лет посвятил себе этой работе. Но сейчас уже с выходом на пенсию он не остается в стороне. Пройти вот такую войну страшную, дожить на 90 лет, это большая удача. От всего сердца вас поздравляю. Спасибо. Все ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь. От правительства Российской Федерации. Участники военной инвальдой войны по 2000, все остальные категории ветеранов по 500. Выплаты уже начались, до 9 мая они будут произведены. Сегодня день Георгия Победоносца, покровителя казаков, а это значит, что у Оренбургского казачьего войска сегодня праздник. 439 лет со дня его основания. Сегодня во всех хуторах, станицах проходят подобные мероприятия. То есть казаки идут на службу в храм, потом построение, праздничное поздравление с этим праздником. Значит, зачитка приказов как атамана отдела, так и атамана войска. Ну то есть своеобразное подведение итогов возрождения казачьих обществ на территории Оренбургского отдела или Оренбургского области и в целом на территории войска. Казачество учит культуру казачьей. Я вот преподавал историю казачества детям, а дети с удовольствием ее слушают, эту историю. Так что... А как дети узнают о том, чтобы набор... Дети, они друг подружки узнают, даже со Степнова ко мне приезжали. Со школы, скорее сюда. Для меня важно сделать правильную письменную историю Оренбургского казачества, его возрождение за 20 лет. Пока таких страниц полноценных я не видел и не имею. Проблема очень трудная. В возрождении казачества эта тема очень трудная. Но мы пока имеем силы, сделаем, думаю, достойные страницы этого Оренбургского славного казачества. И дадим клятву казаку в памятнику, что мы историю свою поддержим и сегодня. Какие ассоциации приходят к вам на ум при слове десант? Это что-то военное? Что-то мужское. По-моему, что-то страшное. Я докажу вам, что это не так, потому что это апельсиновый десант от компании Уфанет. Мы находимся в офисе компании Уфанет, а здесь штаб апельсинового десанта. Сейчас все сотрудники снабжены апельсинами и идут к нашим абонентам дарить классное настроение. Апельсины – это что такое? Это классный такой фрукт, который ешь и всегда щуришься, веселишься и радуешься. Этот фрукт поддерживает людей в компании, в семье, и мы делимся таким настроением с нашими клиентами. Поэтому сегодня наши сотрудники пошли дарить апельсиновое настроение. Такого рода апельсиновый десант стартовал в компании Уфанет в городе Оренбург. Да, добрый вечер, компания Уфанет. Здравствуйте. Да, добрый вечер. У нас сегодня проходит акция «Апельсиновый десант». И мы задаем, прежде всего, вопрос. Вы знаете, что такое открытая цифра по Уфанет? Ну, что-то слышал. Слышали, да? Открытая цифра, как вы, наверное, уже слышали, это просто и классно. То есть вы смотрите 149 каналов в цифровом качестве, из них 13 в HD, а с завтрашнего дня будет и 18, с которых вы можете найти и про спорт, и про психологию, и про музыку. Ну, вы, наверное, ознакомлены, но вы это слышали, да? Да. Вот. И сегодня таким приятным, хорошим клиентам, которые смотрят наше первое телевидение, мы вручаем весеннее яркое настроение в лице этой «Апельсиновый» с Руциной по ее примитению. Спасибо. То есть, ознакомьтесь, прочтите, и если у вас нет программы, конечно, возьмите, пожалуйста, еще и ее, чтобы ознакомиться с тем, что вы можете посмотреть на досуге, и что вы, может быть, еще просто не посмотрели. Ну, здорово вообще. Замечательно. Ладно, всего доброго. Спасибо. Спасибо, было очень приятно. До свидания. Спасибо. К новостям культуры. На башне в Оренбурге появилось 20 новых колоколов разного размера. Колокола приехали к нам из Каменск-Уральска. Они будут играть мелодии композиции «Оренбургский пуховый платок», «Гимн Оренбурга» и так далее. Однако специалисты не торопятся запускать механизм в действие. Часы только настраиваются и будут официально показаны в день города – 31 августа. Жители и гости города также удивиты то, что из специальных окошечек на циферблате каждый час будет появляться 12 разных позолоченных фигур. Теперь о спорте. Оренбуржец Кирилл Скачков станет участником чемпионата мира по настольному теннису. Стоит отметить, что игроки бывшего СССР последний раз становились победителями мирового первенства в 1975 году. На сегодняшний день российская мужская команда занимает 8 место в рейтинге Международной Федерации настольного тенниса. В Орске прошла спартакиада рабочих. В ней приняли участие 30 коллективов предприятий и организаций города. В итоге Орск стал третьим в гиревом спорте, девятым по шахматам, третьим по мини-футболу и пятым по настольному теннису. Далее смотрите сюжет, который подготовила Светлана Комарова. Это городское массовое спортивное мероприятие берет свое начало с конца 40-х годов. Вы представляете, какая история у нашей городской легкой атлетической эстафеты. И я очень рад, что мы продолжаем нашу славную историю Орского спорта. Уже главный секретарь доложил, что зарегистрировалось более 60 команд. Это значит, что около тысячи участников сегодня выйдут на старт. И очень здорово, что сегодня на целый день главная улица нашего города превратится в стадион. Команда Уфанет тоже решила принять участие в эстафете уже не первый раз. Мы разбились по этапам. 10 мальчиков и 5 девочек. Надеемся на победу, настрой боевой. Пожелайте удачно. У нас составная команда. Не только легкие атлеты, а также и другие виды спорта есть. Под руководством Леонид Трамп-Развиркин и Журавлева Ирина Алексеевна. Загляя Валерий Николаевич. Серьезно. Вот сегодня собралось 15 человек у вас в команде. Как подбирали? Это все спортсмены или кто сами выявил свое желание? Нет. Не спортсмены и сами, кто изъявил свое желание. Вы довольны результатами? Да. Далее наша постоянная рубрика Блиц. Сегодня ее подготовила Алена Блечь и Олег Бриндеев. Казаки на протяжении многих веков защищали родину, служили отечеству. Плохо, что сейчас гораздо меньше казаков. Думаю, что не надо. Почему? Почему? Ну, это как бы в истории уже было давно. Сейчас уже новое общество. Ну, если оно действительно казачье, не опереточное, как в Москве. Там это опереточное, постановочное. Ходят, что-то шумят, а дел никакого не видят. Молодежь сейчас мало, этим интересуется. Больше надо в школе вот этого рассказывать и вводить вот такие мероприятия, как сегодня был в парке. Казаки истинные, у них был порядок. А у нас сейчас в стране хаос идет. Вот, может быть, будет лучше, если будет общество казацкое. Обязательно нужно. И у них сегодня большой праздник. Они сегодня все были в храме, очень красивые. Нет, казачьи, это защита, это сила. Они нам нужны обязательно для, ну, охранять рубежи нашей родины. И вообще как-то с ними спокойнее. А как красиво они на лошадях едут. Оренбуржцы считают, что казачьему войску есть место в современном обществе. И на него они возлагают определенные обязательства. Казаки должны поддерживать порядок в городе и воспитывать патриотизм в подрастающем поколении. Алена Блеч, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Смотрите афишу предстоящих событий и спортивных мероприятий. 7 мая в Оренбурге пройдет областной творческий конкурс «Спасибо деду за победу». Время проведения с 18.00 до 20.00 на набережной 29.00 площадь перед музеем истории города Оренбурга. Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека приглашает к участию в областной акции «Читаем детям о войне». 7 мая в 13.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям будут прочитаны вслух лучшие литературные и художественные произведения о Великой Отечественной войне. На территории спортивного комплекса «Маяк» в Оренбурге 7 и 8 мая состоится военизированная эстафета среди учащихся среднеспециальных учебных заведений и выставка. Начало в 15.00. А на этом у нас все. Увидимся завтра в это же время на телеканале ЮТВ. Напоминаю, что все наши новостные выпуски вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. А также вы можете предложить интересующую вас тему новостного сюжета. Позвонив по телефону редакции в Оренбурге 43001 и по телефону в городе Орске 372010. А далее вас ждет прогноз погоды. С ним вас познакомит моя коллега Светлана Комарова. 7 мая во вторник в Оренбурге ожидается ясная погода. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 15 градусов, вечером плюс 13. В Орске 7 мая облачный. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 20 градусов, вечером плюс 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова